Умные весы контролируют въезд в город. В южной столице региона закончили устанавливать комплекс автоматического взвешивания. Стоимость его почти 63 миллиона рублей. Построили его всего за пять месяцев. Теперь перегруженные машины в Котлас не пустят. Подобные комплексы установлены на трассе М8 в Вельске и на подъезде к Архангельску. Всего же на российских дорогах за пять лет будет установлено 387 умных весов. С подробностями из Котласа Юлия Лобанова. Объект, который в течение лета на подъезде к Котласу построили дорожники Котласского ДРСУ, сегодня работает в тестовом режиме. Сейчас решается вопрос о том, кто и как будет обрабатывать информацию со сканеров и видеокамер. Всего их установлено 8 штук. Подрядчики справились досрочно с поставленной задачей. Работы были произведены качественно. Были взяты образцы материалов, толщина, ровность и все остальное соответствует требованиям, которые были заложены. Общая стоимость работ составила почти 63 миллиона рублей. При этом в помощниках у Котласского ДРСУ были еще два специализированных предприятия. Архангельская компания «Автодормост». Ее специалисты укладывали цементно-бетонное покрытие толщиной 22 сантиметра и протяженностью 432 погонных метра. И московская фирма «Ростелеком». Она монтировала весовое оборудование. Все остальное – от укрепления обочин и устройства деформационных швов до установки опор и барьерного ограждения – дело рук Котласских дорожников. В результате сегодня объект представляет собой современный пункт автоматического взвешивания. При этом, помимо своей основной функции, он выполняет главную цель федерального проекта, смысл которого – не столько сохранить дорожное полотно, сколько обеспечить безопасное движение, потому как превышение весовых показателей превращает фуру в потенциального убийцу на дороге. Превышение скорости, превышение осевой линии, превышение по массе транспортного средства – все это будет фиксироваться. Само оборудование вмонтировано в цементно-бетонное покрытие, на поверхности его не видно. Тут ограничение будет до 90 км в час. Будет определяться длина, ширина, высота транспортного средства и непосредственно нагрузка на каждую ось, и будет определяться общая масса. В ближайшей перспективе сеть подобных комплексов охватит еще часть дорог региона. И в первую очередь они появятся в Приморском, Велеготском, Устьянском районах и на автодороге Долматова-Нянда-Макаргополь-Пудыш. А это еще один объект, который с нуля построили рабочие Котласского ДРСУ. Первый пусковой комплекс объезда Котласа. Современная трасса протяженностью 1 км 800 метров была построена за год и сегодня практически готова к эксплуатации. На сегодняшний день, как мы видим, все строительные монтажные основные работы закончены, но еще не закончено обустройство дороги. Ведутся работы по устройству освещения. По контракту работы должны быть закончены 31 октября. Видим, что они будут раньше срока закончены. Рабочее движение по съездам с моста уже запущено. Как только будет готов участок, который реализует администрация города Котлас, я думаю, что рабочее движение, при наличии освещения, установки, будет организовано и по данному участку. Со слов Игоря Кудинова, первый пусковой комплекс объезда Котласа – начало глобального проекта 40-километровой трассы Котлас-Коряжма в обход города Бумажников и поселка Вычегодский.